Преподобный 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 И здесь жены Господи, ведь праведники, Господь хранит, крещается сирой, но примет, И будь грешной, полубит, Поцарится Господь, овер, Он, кто сделает в роды, род. Отцу и Сына и Святого Духа, И ныди, признаи во веки веков, аминь. Еди, народы, Сыни, Свои Божьи, Бессмертицы, И изволивы спасения наше вороги, Поплотитеся, святые Богородицы, И преснатевы Мари, Непреложного Человечи мысят, Раскрыся же, Кресте Божьем, Смерть и смерть поправы, Непреложного Человечи мыслят, И святого Духа спаси нам. Песня. 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Преподобный Амбросий в своей жизни имел такие добродетели, простоту и доступность. Вот мы самого не знаем, с начала, как зародилась наша обитель, у вас эти признаки постоянно проявлялись. Доступность, простота и доброта. Я желаю, что сейчас при таком высоком сане, чтобы это все осталось, люди вас очень любят, уважают, к вам все тянутся. И чтобы вот эти добродетели преподобного Амбросия, простота и доступность, чтобы была в течение всей вашей жизни. И еще хочется, что пожелать, вы являетесь хранителем заповедей, бальчик Зосима, который оставил нам священные заветы. Вот, Господь так сподобил, что вы с самого начала были вместе с старцем, вместе с ним общались, вот, и, в принципе, проводили его последний путь жизни. Вот, дай Господи, то, что бальчик все нам завещал, все эти священные заветы, что касается нашей обители и вообще нашей русской святой церкви православной, чтобы вы их свято хранили. Вот, я знаю, что вы очень любите бальчику Зосиму и постоянно об этом говорите, напоминаете, что у нас два старца было, два столпа, бальчик Зосима и отец Олимпий. Вот, дай Господи, что по им заветам, по их молитвам Господь вас спасал и нас тоже вместе с вами вводил в Царство Небесное. Я знаю, вас ничем не удивить, но такая скромненькая иконочка, принято, да, от нашей обители, иконочка Спасителя, чтобы Господь вас охранял в течение всей вашей нелегкой, а сейчас уже не только монашество, но и артирец лежит. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, дорогой отец Серафим, за такие слова. Но я понимаю, что они об ансам, конечно, сказаны. Стараюсь, конечно, с Божьей помощью, чтобы немножко подражать своему небесному покровителю. Когда батюшка Зосима совершал монашеский постриг надо мной, а я думал, как же он меня назовет? Никогда же никто не говорит заранее, какое имя будет, в честь кого будет назван постригаемый. Но я там себе воображал, думаю, может быть, там Петерим или еще какой-то там святой. Я никогда даже не могу подумать, что батюшка назовет в честь преподобного Амбросия, старца Опкинска. И когда батюшка говорит, брат наш, Амбросий, я думаю, батюшка говорит, Опкинский. Я думаю, а кто же ты такой, что ты такой святой? Я к своему стыду в то время даже не знал, ну как, слышал, что есть такой, а кто же он такой, где же он находится, где он подвязался, когда он жил, когда он прославился. И только лишь после батюшкиной кончины меня Господь сподобил побывать в Опкиной пустыне. Мы же знаем, что батюшка еще при жизни говорил, и нас всех учил, чтобы мы стремились к тому духу Опкинской пустыни, который был во все времена в Опкиной пустыне. И благодаря, конечно же, преподобному Амбросию этот дух там зародился. И потом уже все старцы Опкинские этот дух только еще поддерживали, укрепляли и умножали. И народ со всех концов нашей Святой Руси стекался всегда в Опкиной пустыне, для того, чтобы получить тот самый благодатный дух, которым была пропитана Опкина пустыне. И батюшка, когда представился, у меня потом уже была возможность попасть в эту прекрасную обитель. И, конечно же, прежде всего, когда я туда попал, я сразу же вспомнил батюшками слова. Вот этот дух. То есть ты еще никого даже не видел, ни с кем даже не общался, просто переступил порог стен этого замечательного места, и ты чувствуешь ту благодать, чувствуешь ту помощь молитвенную, которая исходит от преподобных областей старца. И когда ты уже прикладываешься к раке многоцелебных мощей преподобного и богоносного старца Амбросия, и тогда действительно понимаешь, насколько это был великий человек, насколько это был угодник Божий, который в полной мере своей стяжал благодать Духа Святаго, который в полной мере своей стяжал ту самую любовь к воскресшему Христу и к ближним, к которой, к сожалению, у нас дефицит, которой нам всем не хватает. И вот, обращаясь к молитвам преподобного и прося его святой помощи, мы просим его, чтобы он умилостивил и упростил нашего воскресшего Христа, чтобы тот послал нам ту самую любовь, которая нам необходима для того, чтобы спастись, для того, чтобы научиться любить наших ближних. Потому что это действительно самый основной закон, который Господь нам оставил, самый первый закон, и преподобный ее в полной мере исполнил. Преподобный настолько любил народ Божий, что он никогда не гнушался никем, ни гречниками великими, ни блудниками, ни убийцами, ни прелюбодеями, ни ворами, никем он не гнушался, он всех принимал с любовью, он всех любил. И вот эта самая любовь, она чувствуется особо вовшенной пустыне. И та самая любовь, она также чувствуется и в нашей святой обители, благодаря нашему дорогому Батюшку Засиму. Потому что также, когда переступаешь порог нашей обители святой, тоже чувствуется эта любовь, тоже чувствуется это состояние, которое зародил наш дорогой Батюшка. Потому что я еще даже, не будучи даже послушником, еще жил в миру, когда приезжал в обитель, переступая ее порог, чувствовалась та самая благодать. И вот ту самую благодать и любовь я почувствовал, когда впервые побывал в обственной пустыне. Так что Дух Батюшки Засимы и Преподобного, он один и тот же. И Преподобный любил людей, и Батюшка Засима также любил людей. Мы это все с вами знаем, это помним. И мы с вами все являлись свидетелями той самой любви, которую Батюшка нас всех встречал, которую Он на всех нас распространял. И дай Господь, дорогие братья и сестры, чтобы та самая любовь царила и в сердце каждого из нас, чтобы с ее помощью мы все были наследниками жизни вечной. И с Божьей помощью обрели покой в том месте, где сейчас находится Преподобный Старец Амбросий Оптинский, и где находится наш Батюшка Симон вместе с Батюшкой Липпой. Хочу вас также всех поблагодарить, дорогие отцы, кто приехал, дорогой Вадим. И, дорогие братья, сестры, спасибо Господи, что вы оставили всю суету мирскую, земную, и приехали помолиться вместе с нами Преподобному Амбросий Старца Оптинскому. И мы в этот момент вспоминаем те слова, когда он говорил, как необходимо жить. Я вчера это говорил. Он очень часто приводил этот пример колеса телейки, когда она крутится, и всего лишь только одной своей точкой касается земли, а всеми остальными точками она устремляется вверх, то есть колесо, оно. И вот мы так же самое сегодня оставили всю суету земную, мирскую, временную, и пришли к Преподобному, чтобы помолиться Ему о том, чтобы Он не спросил нам о воскресшем Христа, самое главное, ту самую необходимую любовь, которая всем нам нужна для спасения. Поэтому обязательно глубоко верю, что сегодняшний день Преподобный умилостивит и упросит воскресшего Христа, который пошлет нам всем с вами, дорогие братья и сестры, ту самую любовь, и обязательно она в сердце каждого из нас приумножится. И дай Господи, чтобы мы ее потом в дальнейшей нашей жизни только умножали, не теряли, а только в геометрической прогрессии старались ее приумножать. И через эту самую любовь мы все с вами будем наследниками жизни вечной. Аминь. Вечная память 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 Вечная память